МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Одеть маски! Снять оружие с предохранителя! Бой!" В эти дни здесь, в деревне Фёфилово Калининского района, воспитанники кадетского класса ФСБ проходят учебно-спортивные сборы на тропе настоящих. Вот у нас, получается, прошёл целый год занятий. Сейчас мы здесь смотрим, что у нас получилось. У нас было финальное выступление в Москве на соревновании в настоящей полосе в отряде «Сатурн». Здесь сейчас они совершенствуют свои навыки. Здесь всё максимально приближено к реальным полевым условиям, вплоть до того, что мы, в принципе, можем даже в палатках здесь жить. Программа сборов расписана по минутам. Они у нас занимаются пейнтболом, спортивным ориентированием, стреляют из пневматической винтовки, из пневматического пистолета, метают спортивные ножи, проходят полосу препятствий, высотную подготовку у них есть, ну и занятия по психологии. Подготовка отличная, всё нравится, занятия классные. В патрульной службе мы рассказывали о кадетском классе под кураторством органов безопасности. В Центре образования имени кавалера Ордена Мужества майора органов безопасности Александра Отрощенко класс был открыт в сентябре 2021 года. Для 28 мальчишек и девчонок, чьи погоны с 15 октября 2021 года освящены клятвой верности и долгу, прошла насыщенная учебная программа. И вот теперь на школьных каникулах ребята совершенствуются физически. Мне очень нравится скалолазанием заниматься. И, в общем-то, ну, из класса по скалолазанию больше убедили от меня, наверное. Отработка навыков высотной подготовки скоро пригодится ребятам на новом уровне. Впереди ещё одна поездка. Эти сборы у нас предпоследний этап подготовки. Финальным аккордом у нас будет поездка в Ленинградскую область на настоящие скалы. Там скалы огромные, до 40 метров. Там мы будем уже совершенствовать на природе свои скальные горные умения. 6 июля на 59-м году жизни скончался судья в отставке Владимир Владимирович Андреев. Владимир Владимирович был добрым другом патрульной службы. На протяжении многих лет мы освещали громкие судебные процессы, где председательствовал Андреев. Владимир Владимирович был принципиальным, ответственным, а главное честным человеком. Специалистом высочайшей квалификации с почти 30-летним опытом работы в судебной системе. В 2014 году Владимир Владимирович награждён медалью Совета судей Российской Федерации 150 лет судебной реформы в России. Неоднократно поощрялся руководством Тверского областного суда. Вышел в отставку 5 октября 2018 года. Мы соболезнуем родным и близким Владимира Владимировича. Светлая ему память.